Девальвация юаня Китай три дня подряд снижал курс юаня по отношению к доллару. Еврокомиссия оценила это решение как позитивное. Ведь оно, по мнению Брюсселя, может приблизить китайскую валюту к статусу свободно конвертируемой. Сдержание оценивают Шаг Пекина европейские экспортеры. Ведь они поставляют в КНР в основном готовую продукцию. И она на китайском рынке теперь подорожает. А основной риск для России — снижение цен на сырье. Центробанк Китая со вторника приступил к плавному ослаблению юаня. В четверг курс национальной валюты опустился до минимума за последние четыре года. По мнению большинства экспертов, решение Пекина продиктовано необходимостью стимулировать китайский экспорт в условиях замедления экономики. Другие полагают, что это часть большой политики по переходу к более свободному обращению юаня на международном рынке. С моей точки зрения, девальвация носила в большей степени технический характер. Это попытка изменить то, каким образом определяется курс образования. Китай пытается сделать свою валюту более гибкой, что открывает путь для включения юаня в корзину специальных прав заимствования МВФ. Это сделает китайскую валюту более значимой в мире. Экономика Поднебесной вторая по размеру после США. И дальнейшая девальвация юаня будет иметь серьезные последствия как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Давление на котировки сырьевых товаров, в первую очередь на цены на промышленные металлы, может продолжиться из-за возможного снижения спроса со стороны Китая. Страна является крупнейшим в мире потребителем меди и недавно обошла США по объему импорта нефти, заняв первую строчку. Ослабление юаня может спровоцировать новый виток валютных войн. Другие страны вслед за Китаем также могут понизить курсы своих валют, чтобы поддержать свой экспорт. В самой сложной ситуации могут оказаться Соединенные Штаты. Американские корпорации завязаны на китайский рынок. Усиление доллара может отрицательно повлиять на продажи. В мире сейчас наблюдается очень важная тенденция. Это усиление доллара. Он укрепляется против большинства валют. Турция, Россия, Бразилия, Южная Америка, да все развивающиеся рынки пострадали от этого. Падение цен на сырье дополнительно ударило по экономикам этих стран. Меня в этой связи волнует не сама девальвация юаня, а то, что это может быть сигналом усугубления кризиса из-за низких цен на сырье и крепкого доллара. Монетарные власти пытаются успокоить рынок. В Народном банке Китая заявили, что дальнейшего ослабления национальной валюты ожидать не стоит. Слова подтверждаются и делами. В минувшую среду, по информации источников Bloomberg, регулятор через Госбанки продавал доллары, чтобы поддержать юань. Репутация китайских монетарных властей такова, что практически всегда все заявленные планы выполнялись. Конечно, не всегда в срок, но всегда они выполнялись. Поэтому я бы сказал, что с доверием здесь, наверное, проблемы нет. С прозрачностью, конечно, проблема есть. Неопределенность сохраняется. Основания для недоверия есть. В нынешнем году китайцы уже пытались остановить падение фондового рынка административными методами. В прошлом году Турцию посетили более 4 миллионов российских туристов. В этом году их будет как минимум на миллион меньше. Менее доступным, как и в случае России, стал отдых в Турции и для украинцев. В ближайшие месяцы может сократиться и число немецких туристов. До последнего времени только они опережали Россию по числу проданных в Турцию путевок. Подробности в репортаже Александра Прокопенко. Аэропорт Кёльнбон – один из крупнейших воздушных узлов на западе Германии. Ежедневно отсюда отправляются порядка 15 рейсов в Турцию, которая традиционно пользовалась популярностью у немецких туристов. Однако в последнее время ситуация стала меняться. Поводом для беспокойства стало предупреждение немецкого МИДа о том, что восточные регионы Турции ездить сейчас небезопасно. Теракты и массовые волнения, которые охватили страну после взрыва бомбы в Суручи, недалеко от сирийской границы, способствовали повышению уровня террористической угрозы. К тому же Анкара проводит сейчас операции против террористической организации «Исламское государство» и боевого крыла рабочей партии Курдистана. По данным статистического ведомства Турции, в первую половину этого года в страну приехало почти на 14% туристов меньше, чем за такой же период в прошлом году. Мы решили узнать, а не испугались ли немецкие туристы напряженной ситуацией в Турции. «До сих пор у нас не было информации, что многие немцы прям-таки отказываются от путешествий в Турцию. Или они, например, хотят перебронировать поездки. Покупается в том числе и много горящих туров. Так что мы не можем подтвердить, что есть подобные опасения немецких туристов. Турция по-прежнему одно из самых любимых направлений для немцев». Любят отдых на турецкой ривьере и россияне. Однако в этом году их поток резко сократился. По данным Российской ассоциации туроператоров, речь идёт о снижении на 18%. Однако ранее сообщалось даже о 30%. Правда, по словам экспертов, снижение спроса на Турцию связано исключительно с экономическими причинами. Кризисом, падением рубля, подорожанием поездок за границу. Политическая напряжённость, либо военные действия на выбор туристов в случае с Турцией не влияют. «У наших туристов не вызывает никаких опасений та ситуация, та напряжённость, которая существует на востоке этой страны. Ни одного звонка с вопросом, будет ли это безопасно, по этому поводу мы не получали. И я думаю, что в дальнейшем, если эти военные действия будут локализованы только в этом географическом регионе, только в этой части Турции, то никаких угроз с этой стороны для отдыха не будет». Похожая ситуация и с украинскими путешественниками. Из-за слабой гривны и проблемы в экономике меньше украинцев стали ездить в Турцию, Египет и другие курортные страны. «Украинцы отправляются на отдых, но мы наблюдаем, что количество выезжающих за границу всё равно уменьшилось. Это видно и по чартерным, и по регулярным рейсам. Сократилось как число рейсов, так и пассажиров. Зато наблюдается значительный рост путешествующих внутри страны». Так или иначе, из-за сокращения турпотоков из Украины и России, а также террористической угрозы, турецкие операторы прогнозируют, что потери в этом году могут составить 5 миллиардов евро и просят власти принять срочные меры по стабилизации ситуации в стране. «Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала использование тяжёлого вооружения обеими сторонами конфликта в Донбассе». Об этом заявил заместитель главы миссии наблюдателей Александр Хук. Тему продолжим в новостях. Ситуация под Мариуполем резко обострилась. Бои под городом стали самыми продолжительными с момента подписания Минских соглашений в начале года. По данным украинского генштаба, пророссийские сепаратисты концентрируют силы у передовых позиций, готовясь к наступлению. В ДНР не исключают возвращение своей тяжёлой техники на прежние позиции. Россия расширила список стран, на которые будет распространяться продовольственная эмбарго. Речь идёт об Украине, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейне. Эти страны поддержали продление санкций ЕС против России. В отношении Украины эмбарго будет действовать только в том случае, если вступит в силу экономическая часть соглашения об ассоциации с ЕС, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В порту города Цяньцзинь на севере Китая прогремел мощный взрыв. Погибли как минимум 50 человек. Сотни человек пострадали. Сообщается, что взрыв был эквивалентен десяткам тонн тротила. По одной из версий, произошла утечка газа на складе легко воспламеняющихся веществ. В столице Ирака Багдаде в результате мощного взрыва погибли по меньшей мере 80 человек. Ещё около 200 ранены. Теракт произошёл в четверг рано утром в районе, населённом преимущественно мусульманами-шиитами. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Впервые американские истребители, базирующиеся на турецкой авиабазе «Инджерлик», нанесли авиаудары по позициям террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Ранее власти Турции дали согласие на размещение на турецких авиабазах американской боевой авиации. В ночь на четверг можно было наблюдать пик редкого космического явления — метеорный поток Персеид. Он образуется в результате прохождения Земли через хвост кометы Свифта-Тутля. Метеорный дождь можно наблюдать в августе на всех широтах. Редактор субтитров А.Семкин